Субтитры подогнал «Симон» Місто говорить із нами, з кожним своєю мовою. Для когось воно провінційне, для когось повне відкриттів. Сьогодні ми зробимо легку прогулянку вулицями Сум через графічні малюнки відомого сумського художника Ігоря Швачунова. Серія спостереження повністю присвячена старому місту Суми, його історії, його образам, які, можливо, і відображають справжню суть цього міста. Субтитры подогнал «Симон» 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 пролетка, а время было ноябрь месяц, вот по моим предположениям. И дед пошел пешком вот с Воскресенской улицы с этим огромным тортом. Это, видимо, я не знаю сколько, но километра 4-5 нужно было ему идти. Ну и проходя Покровскую площадь, он поскользнулся и с этим тортом упал. Понятно, что Крюгер накинулся на него, какие-то эмоции стал негативные выливать. То есть он был готов провалиться сквозь землю. А его жена говорит, ты давай меньше кричи, у тебя еще в распоряжении сутки есть, и ты должен второй торт сделать, ты успеешь. И он действительно сделал этот торт. Ну и не скупердяничал, нанял пролетку. Ну и дед этот торт доставил вовремя гнев рождения, но еще был награжден чаевыми. Сума 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 Сум И постепенно постепенно обыватели, те, которые приезжали, не казаки, не военные, и вот постепенно они стали заселяться по Соборная, Нижнесоборная, Воскресенская, Нижневоскресенская, Какая-то улица Надьярная, то есть крепость окружали как бы посады, и там жили люди, жили люди, вот, и это одна из очень интересных улиц, она идет от Харьковского моста, идет, и такой красивой дугой такой, и выходит на нынешнюю площадь Незалежности, или Петровская была площадь, и там туда выходили, вот здесь были домики с этой стороны, а со стороны города, со стороны обрывов, там, во-первых, заканчивалась Спасо-Преображенского собора, его территория, забор, и вот это с подпорками, это были склады магазина, самого, самого лучшего магазина в Сумах, который сравнивали, сравнивали с петербургским магазином, это были склады, и вот здесь разъезжали дядьки, дядьки разъезжали, возили, возили на таких першеронах, лошади были лохматые, такие красные, они возили, подвозили сюда, и вот тут есть, тут такие площадки, на которые, окна были маленькие такие, на которые, через которые загружали товары, вот это была рабочая улица, рабочая такая. В советское время называлось Красногвардейская или Красноармейская, наверное, в каждом городе вот такие улицы имелись, и по этой улице было очень интенсивное движение в советское время, ну, когда построили мост с улицы Ливаневского на Черепино, понятно, что движение прекратилось. Улица, можно сказать, в городе самая ландшафтная, самая интересная, ну, с точки зрения художественной. В начале века очень-очень была бурная культурная жизнь в Сумах, и вот впервые в Сумы приехал знаменитый цирк Дурова со своими слонами. У него были собачки, обезьяны, но нож Вачунов захотел отобразить купание слонов. То есть, как бы, для такого вот города, материкового города, слоны, это вообще нечто такое вот, да, неожиданное явление. Это было, конечно, рекламное купание. Много людей наблюдали, толпы людей смотрели. Вы знаете, где это происходило? На слиянии Сумки и Псла, там, где Харитонинский мостик. И вот немножко ниже, там было мелко, там всегда было мелко, мы еще детьми купались там, и вот купали слонов. Слоны, конечно, знали, знали свое дело. Они набирали воду, обливались хоботами, поливали зрителей. Это было удивительное, удивительное зрелище. Был очень серьезный ажиотаж. Люди бегли, люди хрестились, потому что они никогда не видели таких зверьев. И это была действительно такая подия, которая запоминалась. Когда я увидел эту фотографию, она меня привлекла. Я подумал, что рано или поздно я возьмусь и что-то с этой фотографией сделаю. Но вот пришло время, и я подумал, что не стоит дублировать эту фотографию. И я, наоборот, представил купание слонов на Псле с обратной, с противоположной точки Псла. Музыка. 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 Это место меня уже долго ловило на попел и сель, репьяхи и диаманти, на сумы доданков, на грабли и вила, догани и гранти. Мы с ним не вели діалогу, ни бою. Звисал вековічний дамокловый месяц над нами Григорьем Сковородою, Регіною Лісиц. Короче, всіма, кого тут не бувало. Кому я жорстоко и трепетно заздрю. Кого на Чемотлоху, только б немало в нікчемного Агазди. Это место сельце расставляло повторно и зваблювало на центральном вокзале, на спаса вмикало величные аккорды, басами и низами. Воно підкидало мені чоловіка, я бачила в ньому садко и десада, на сотню землю, ту, що тисяча лика, із пришибайсаду, від сумки на стрілку. Крокують панове, студенти, курсанти, митці маргінали. Вони ще не знають, закінчено лови, їх місто спіймало. КОНЕЦ Это было воспоминание связано с некоторой личностью некой по фамилии Осмоловский. Этот человек был астрономом. И, как говорилось в этих воспоминаниях, он выходил на свой балкончик, который располагался напротив как раз нынешней муниципальной галереи, и наблюдал за астрономическими, космическими объектами. Эскиз создавался, несколько вариантов рассматривалось, но не хотелось его изображать в качестве астронома, с колпаком, со звездами. То есть это должен быть личностью, так как мы его не видели. То есть я должен был представить, как он мог бы выглядеть. И вот я решил, ходил несколько раз под этим балкончиком, и обратил внимание, что как раз в этом доме находится ресторан у камина. Я подумал, что этот человек, видимо, должен был выглядеть служащим, и какая-то у него одежда служащего того времени. Но он должен одновременно быть очень уютно одет, и в чем-то вот, поэтому я его накрыл пледом, вот в тапочках, вот. Ну, то есть это как бы подоплека явилось вот название у камина ресторана, и оно как бы дало себе такой импульс, вот, представить такого вот человека. Чудака, вот, в каком-то смысле, а с другой стороны, какой-то незаврядной личностью, видимо. Вот. Вот таким образом возник и задник, конечно. То есть тогда улица Соборная имела несколько другой вид, вот, с лавками, с магазинчиками. Ну, и на переднем плане там затронутое вот здание, где располагалось фотоателье, одно из трех фотоателье города. Вот, получился вот такой вот сюжет. Это было очень романтичная забава, и не только в Сумах. Взагалі, на начале 20-го столетия в частных садибах, ну, майже у всех были какие-то подзорные трубы, какие-то маленькие, ну, не телескопчики, но на кшталт, что-то такое, что-то для людей, которые не ученые, а просто так, очень любят рассмотреться зори. Имеется фотография, или, может быть, даже целая серия снимков, выполненная немецкими летчиками во время Первой мировой войны. И я сначала хотел обратиться к этой фотографии, а потом, опять же, подумал, не стоит дублировать. Лучше представить своими глазами город с высоты птичьего полета, как будто ты сам летишь. И сразу вспоминается, ну, то есть, мою бабушку, двоюродную, правда. Я обращаюсь тогда к началу 20-го века, и в Сумах жил художник, некий художник-маломуж. Ну, у них какая-то своя история, молодые люди, видимо, были влюблены, и накануне буквально Первой мировой войны, или во время Первой мировой войны, я не знаю, каким это образом, и какой конкретно год, но он решил мою бабушку похитить и увез ее в Париж. Ну, так как я, опять же, не документалист, не историк, я решил представить, что он похитил на воздушном шаре. То есть, это некий вымысел. Субтитры создавал DimaTorzok Сонное мисто, рахуя залізних овец та їх вершників, по шматочках випльовую долу легені курця. На розпечених грудях у нього намисто клинове гойдається. Раз вівця, два вівця, три вівця. У кишені його біла люлька і пігулка снодійного, та про друге воно забуває старе без кінця. У нецілісний жолоб долонь, цідить жижу ранкового світла. Три вівця, два вівця, раз вівця. Три вівця, два вівця. Три вівця, два вівця. Три вівця. И я решил назвать этот мост, который соединяет территорию Воскресенской с улицей Суджанской или Горького, не знаю сейчас, как она будет называться. Мост этот был построен уже в начале 20 века, где-то 8-12 год. Он был сначала деревянный, потом в советское время уже стал каменный. На этом мосту, я не знаю почему, но всегда назначали свидания. Всегда назначали свидания. Как раз дамбу выстроили, как раз сумка была полной. И, не знаю, мне самой назначали свидания. Ангел — это Абрех. А человек, склонившийся над перилами, может быть, тоже опять различного рода ассоциации выполнить. Но я надеюсь, что это будет только светлая ассоциация. Можно говорить, что угодно. Но надеюсь, что на самом деле ангел, он есть. И ангел, он в своей ипостасии должен нести именно только положительные какие-то качества. То есть создавать какую-то ауру над городом положительную. Есть и историчного, и побудового в его очах. Всего-всего-всего. Но лучше и сильнее он сейчас просит всех людей или других ангел, чтобы ему помогли. Потому что он потерпает от людской неверой. Он потерпает от безкультуры. И ему болит то, что сумки сейчас недолюблены его жителями. Он очень хотел бы, чтобы так, как он любит всех сумки, так, чтобы относился и до него. Очень часто мы не слышим, но ангел есть. И я знаю точно, что ангел, ангел-хранитель не только у человека, но и у города, и у улицы, и у дома, и у каждого человека. Так вот, ангел-хранитель есть там он маленький-маленький на картине, да, маленький, но он не такой маленький. У него такие большие крылья, он иногда, иногда во время пожаров, во время каких-то бедствий, он, мне кажется, он свои крылья распростирал над городом, и он его спасал. Это лично сумской ангел. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok